Всем привет! Сегодня весьма необычный выпуск и на повестке дня будет обзор моего самого первого инструмента. Зацените винтажность этого чехла. Сказать по правде, я уже год-два не расчехлял его, записал пару видосов и опять поставил в шкаф. Видосы можно будет посмотреть по подсказке. Ну что ж, приступим. Главное, чтобы оттуда ничего не выспалось. А до этого я уже его, наверное, не вставал лет 15, так мне кажется. С молнией уже засаду. Молния отошлась. Молния, кстати, от моего старого зеленого пуховика. Мама мне когда-то вшивала. Итак, тадам! Что это за гитара? Допишите в комментариях. До того, как вы досмотрите видео до конца. Так, обзор чехла, я думаю, мы опустим. Начнем с обзора инструмента. Что можно сказать отдельно о каждой секции? Датчики. Этот я лично устраивал. Этот был встроен до меня. Я не помню, как что называется. Это был я недавно. Стандартный тумблер. Громкость на каждой датчик отдельно. Но есть такой интересный момент. Это вот эта вот крутилочка. И что же она делает? Он не приписан на том, но это от музимы какая-то стандартная ручка. Просто не было у меня с другой надписи. А на самом деле это типа постгромкость. То есть такое нестандартное решение, что давало мне возможность весьма интересно обрабатывать звук этой гитары в содружестве с такими эффектами, как дилы и прочими. Самое интересное, что струны стоят. И гитара строила. Даже после того, как я с другом лично вмонтировал вот это тремоло, отмерив это по линейке примерно. Вот таким вот образом. Обратите внимание, что вот эти части деревяхи остались на месте. Я решил, что у меня такая конфигурация трёх пружин вполне устроит. В общем, после всех вот этих вот модернизаций, это же интересно. Ну сейчас понятно, после двухлетнего заточения, строй ушёл. Но в целом, в целом, строй гитары держала. Так, что ещё можно сказать? А! Обратите внимание ещё вот на оформление грифа. Это, на самом деле, плёнка, которая использовалась в 90-х для обклейки кухонных шкафов. Гарнитуры обклеивали когда-то такое. Вот сейчас, спустя годы, я смотрю, и это реально качественный материал. Это аккуратненько вырезал, и всё лаком прошёлся. Здесь же всё без лака, и здесь даже, я смотрю, даже вот этот скос, он не отклеивается. То есть удивительно. А сколько лет прошло? Ну, больше 20. Калки вроде стандартные. Такие на Уралху устанавливались. Ну, надпись, соответственно, я тоже заклеил теми же самыми плёнками чуда. В итоге я получил вот такой вот модерновый, и на тот момент довольно-таки неплохо звучащий инструмент. А играл я на нём, поверьте, очень много. Плюс концерты, репетиции и занятия. Занимался я тогда часов, наверное, по 12-16. Теперь я уже с трудом в это верю. В общем, вот мой первый инструмент. А какой ваш первый инструмент был? Напишите в комментариях. Мне интересно было прочитать. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok